здравствуйте уважаемые садоводогородники меня зовут русских иван и вас приветствую на канале иванова наука в сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о размножении чеснока необычным способом обычный способ это размножение с помощью зубков многозубковой луковицы и об этом мы говорили как отобрать элитные семена чеснока для получения элитного урожая но на самом деле иногда бывает так что при удалении стрелок чесночных забываешь по у пару растений удалить эти стрелки и вот здесь формируется вот такая вот штука которая называется бульбочки и размножение бульбочками является одним из способов воспроизводства хороших сортов чеснока но почему так происходит хороших потому что и воспроизводство потому что если вам надо быстро размножить чеснок много получить посадочного материала то как раз вот здесь бульбочек получается гораздо больше чем зубков в одной луковице иногда в 35 раз больше бульбочки образуются вместо цветков чеснок культурные сорта чеснока не цветут здесь образуются органы вегетативного размножения иногда чеснок способен к многоярусности так называемый вот есть лук многоярусный но чеснока тоже похожее такое свойство бывает эти бульбочки могут здесь прорастать то есть давать зеленые ростки это совершенно не страшно как поступить с бульбочками вообще какие преимущества кроме увеличения количества посадочного материала имеет этот способ размножения значит ну кто-то там говорит что от вирусов можно избавиться кто-то еще от чего-то ну давайте говорить как она есть на самом деле без каких-то придумываний поскольку бульбочки образуются не в почве а в воздухе соответственно они могут быть лишены многих проблем которые связаны с подземными органами чеснока как правило бульбочки при отсутствии генерализованной такой инфекции не поражаются многими инфекциями такими как серая гниль фузариоз другие болезни связанные с нахождением луковиц в почве вторая проблема которая решается за счет воспроизводства семян с помощью бульбочек это конечно отсутствие нематоды третье трипса четвертая проблема связана с возможностью избавиться от ряда таких ну очень неприятных заболеваний как пенициллиозная гниль аспергиллезная черная гниль это не совсем такие супер патогены чеснока но они связаны с хранением посевного материала посадочного до высыпки его в землю и поскольку бульбочки вот при нормальном адекватном хранении как правило свободны от этих инфекций то они дают гора очень хорошие результаты по размножению какие минусы есть при размножении бульбочками это прежде всего длительность размножения если мы берем зубочек то в год следующий за посадкой озимого чеснока мы получаем уже хороший урожай если же мы садим вот эту бульбочку высевая то в первый год мы получаем луковицу 1 зубку на второй год мы получаем луковицу с небольшим количеством зубков это может быть три или четыре очень крупных зубка и это тот случай когда из малозубой луковицы зубки очень хорошо брать на семена вот единственный случай когда мы берем это мы берем при высадке луковиц 1 зубок и уже только на третий год мы получаем нормальную хорошую товарную луковицу с пятью и более зубками однако же если немножко потерпеть и подождать урожай этот может быть в большом объеме в большом количестве и очень очень хорошего качества какой еще недостаток у этого способа ну понятно чтобы получить бульбочки необходимо оставить цветочную стрелку и в этом случае конечно урожай чеснока немножко уменьшается то есть размер вот этих вот луковиц получается чуть меньше нежели чем размер луковиц если бы эта стрелка была удалена но как видите при надлежащей агротехнике в подкормках защите растений и даже эти луковицы являются вполне достойными с хорошим размером зубков как высаживать бульбочки очень просто вы можете их высеять сразу же после уборки сделать рядочки и на расстоянии примерно 3 сантиметра 2-3 сантиметра высеять эти бульбочки размер 1 зубки он крупнее конечно чем один зубочек но и она такая более круглая но сравним с размером крупного лука сивка такого выборка поэтому расстояние между этими бульбочками должно быть небольшое вы можете его закрыть в земле и оставить значит ну на следующий сезон также можно эти бульбочки высушить вместе с чесноком убрать расстелить тонким слоем и довести до состояния ну подсыхания при этом росточек который может образовываться второй ярус листьев он может высохнуть это абсолютно не страшно абсолютно не беда и вы посев этих бульбочек можете осуществить одновременно с высадкой озимого чеснока в те сроки которые являются наиболее подходящими вашем регионе но в белоруссии это где-то начиная ну с 20-х числах сентября там плюс минус в октябре можно сеять даже в декабре мы чеснок иногда высаживали если теплая погода и ничего вырастал прекрасно поэтому эти сроки посадки бывают достаточно растянутыми при всем том затягивать конечно с посадкой чеснока не стоит он должен развить хорошую действительно корневую систему и успеть укорениться но об этом мы будем с вами говорить ближе к сезону как бы там ни было если сорт вам нравится а мне вот этот очень нравится я не знаю как он называется я его по моему на рынке купил мне просто понравились очень зубочки я разные сорта испытываю каждый год много разных сортов вот он мне понравился видите бульбочки тут в процессе ободрал подсушу и обязательно высею хотя ждать придется но она того стоит на этом я прощаюсь с вами до встречи